Minivan Kia Carnival 4-го поколения дебютировал у нас весной 2021 года. Притом новинка пришлась по вкусу россиянам, успев разойти с тиражом около 2600 штук. А сейчас стартуют продажи машин 2022-го модельного года. Главное отличие — в подкорректированном наполнении богатых комплектаций. Так, в исполнении Prestige медиасистема теперь имеет экран диагональю больше 12 дюймов вместо 8. Плюс добавлены навигатор, аудиосистема Bose, камеры кругового обзора и внутрисалонная камера для общения с пассажирами. Кроме того, в топовых версиях Prestige, Premium и Premium Plus машины отныне оснащаются датчиком дождя, системой автоматического торможения при выезде задним ходом и фирменным телематическим комплексом Kia Connect. Ещё одна новинка — кроссовер Kia Seltos. К началу следующего модельного года машина также пережила модернизацию. Она затронула модификации со 150-сильным атмосферником и 180-сильным турбомотором. Все обновлённые Seltos теперь напоминают водителю, если на заднем сиденье остались пассажиры. В версиях Luxe и Style появилась медиасистема, поддерживающая интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay по беспроводному протоколу. Кроме того, кроссоверу с двухлитровым двигателем в комплектации Prestige достались дефлекторы вентиляции и зарядный ровьём на заднем ряду. Кроссоверы с наддувными моторами в дорогих исполнениях теперь оснащены системой предотвращения фронтального столкновения, которая обучена предупреждать аварии при повороте на перекрёстке. А ещё этой осенью начались продажи рейстайлинговых Kia Cerato. Обновление принесло седану другие бамперы, решётку, а также новые фонари и фары. Плюс именно Cerato первым примерил новую эмблему марки Kia. Дорогим версиям достались большие экраны мультимедийной системы и панели приборов. Оба диагональю 10 с четвертью дюйма. В список оснащения вдобавок вошли доработанный набор систем помощи водителю плюс фирменная телематика. Техника осталась прежней, а вот список комплектаций изменился. Его теперь открывает новое, более доступное исполнение. У топовых версий отныне есть прежде невиданный электрический ручник и адаптивный круиз-контроль. Выпуск таких машин налажен на калининградском заводе «Автотор». Как и прежде, собирают корейские седаны по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Таким образом, к новому модельному году Kia так или иначе обновило почти все автомобили из российской гаммы.